Из Ростова в Москву со скидкой антимонопольная служба заинтересовалась ценовой политикой авиакомпаний. Мы еще продолжаем судебные споры с авиакомпаниями. Окончательное решение не принято судом. Миллион алых роз или простой букет полевых. Ростовские продавцы цветов обещают демократичные цены. Вот это герберы. Вот это ирисы. Вот это хризантема. Ради женщин в пляс накануне праздника строгие офисные сотрудники решили сменить амплуа. Я часто летала из аэропорта Донецка, из аэропорта Краснодара и других городов. Это обусловлено обычной человеческой экономией, с желанием совершить перелет по более выгодным ценам. Тем более, что авиакомпании, которые предоставляют билеты по менее дорогой цене, так будем говорить, это солидные перевозчики. Еще один вариант сэкономить на перелете придумали американцы. За крайне низкую стоимость билета придется отказаться от большинства услуг, например, от питания и права за багажа. Бюджетные авиакомпании или лоукостеры завоевали популярность и в Европе. А вот в России внедрить эту систему пока не удается, хотя попытки продолжаются. С удовольствием попользовалась. А вот то, что там, ну, допустим, багаж нельзя больше брать? Ну, если в Европу куда-нибудь летать на выходные, то многое не надо. Все летят с багажом, как можно без багажа. Если сумочку одну, ничего не поместится. Так что я думаю, что без багажа плохо. Дороговизну полетов признают не только ростовские пассажиры. Управление Федеральной антимонопольной службы региона заинтересовалось ценами на билеты из Донской столицы в Москву. В поле зрения ведомства попали несколько авиаперевозчиков, которые изъяли из обращения дешевые проездные документы. С января воздушная поездка в столицу стала дороже в два раза. В этих действиях мы усмотрели нарушение законодательства. На этом указывали ряд обращений граждан, которые поступали на эти действия. Ну, в настоящее время мы еще продолжаем судебные споры с авиакомпаниями. Окончательное решение не принято судом. После проверки ситуация изменилась. В кассах снова появились билеты в Москву за три тысячи рублей. Если заранее заказывать, очень даже приемлемые. Отечественных авиаперевозчиков могут заставить сделать скидку на билеты до 25% в последний день перед вылетом. Обсуждать этот вопрос участники рынка с сотрудниками антимонопольной службы намерены в ближайшее время. С подготовкой будущих специалистов медиасферы познакомился заместитель губернатора Ростовской области Александр Ищенко. Он посетил факультет медиакоммуникаций и мультимедийных технологий Донского государственного технического университета. Именно здесь готовят универсальных солдат журналистики. Молодые люди осваивают не только профессию пишущих корреспондентов, но также учатся снимать и монтировать. Знакомятся с ремеслом режиссеров и продюсеров на ТВ. Вот прямо это монтажное место, вот они камеры. На базе ДГТУ успешно развивается проект «Медиапарк Южный регион», который включает в себя несколько площадок для обучения специалистов мультимедийной сферы. Замгубернатору продемонстрировали технические возможности факультета и редакции. Четвертый курс, они должны выходить уже, и для них должны быть готовые рабочие места в Ростовской области. Поэтому нам приходится параллельно с обучением еще и развивать некую индустрию. Уже сейчас будущие специалисты могут практиковаться в редакциях Медиасити, Ростов Лайф, радио и телеканала Ростов на ТВ. Молодые люди активно применяют полученные знания на площадках Медиапарка. Они прекрасные, замечательные, они необычные, невероятные. В канун 8 марта мужчинам приходится нелегко мучить главный вопрос, что же подарить виновницам торжества. Подарки могут быть самыми разными, но самый главный подарок, конечно же, цветы. В предпраздничный день мужской график расписан по минутам. На работе поздравить коллег, дома родных и любимых женщин. К выбору букета Герман подходит просто. Главное, чтобы ей нравилось. Я не понимаю в этом, честно говоря, ничего. Я смотрю просто на внешний вид. Наверное, это такой там мужской взгляд именно на цветы конкретно, потому что я, ну, мне трудно так просто. Просто беру те, которые мне как-то более, ну, я понимаю, что они могут понравиться. И, собственно говоря, это главный показатель сейчас для меня. Вот это герберы. Вот это герберы. Вот это ирисы. Вот это хризантема. К розам, тюльпанам, хризантемам Анна Ивановна относится как к детям. 20 лет своей жизни виновница грядущего праздника посвятила ярким и нежным созданиям. Сегодня она не просто продавец. Цветочных дел мастер. Всех сомневающихся и неопределившихся мужчин с удовольствием консультирует. Крупная роза, как будто такие более официальные праздники. А это более нежный цветок, более такой, ну, как сказать, улыбающий что ли, более веселый. Вот. Ну, в основном тюльпаны. На пике популярности простые полевые цветы. Достать их летом, быть может, не составит труда, зато весной они выглядят все равно, что редкие экзотические иностранцы. Что касается стоимости, то тут хозяин барин. Тюльпаны от 50 рублей штука, роза от 100. Многие продавцы утверждают, что уже несколько лет цены в праздничные дни не поднимают. Впрочем, дороже любого букета для прекрасных дам по-прежнему остается внимание и забота сильного пола. Чтобы они нас любили. Терпеть нас. Я романтик по жизни. Наверное, пожелаю в любви. 22 миллиона 415 тысяч 872 года. Таков общий стаж всех пенсионерок на Дону. Представительниц прекрасного пола, которые дожили до седин, подавляющее большинство, а точнее 80%. Среднестатистической даме на пенсии 56 лет. Она отдала профессии не менее 31 года. При этом пятая часть женщин, которые уже заслужили отдых, продолжают трудиться. По данным пенсионного фонда, рекорд по продолжительности жизни в Ростовской области бесспорно принадлежит слабому полу. Из 214 дончан, перешагнувших в 100-летний юбилей, 158 именно дамы. Самый пожилой житель региона тоже женщина. В декабре ей исполнилось 108 лет. Лучший подарок к 8 марта, сделанный своими руками, а также ногами. Сбербанк устроил для своих клиенток необычный сюрприз – зажигательный танец. Сменили на пару минут амплуа серьезного банковского работника на веселого участника флэш-моба сотрудники всех офисов. Слаженности и синхронности действий добивались на репетициях. Поздравительный танец – не шутка. Все должно быть красиво и гармонично. Выбранное музыкальное сопровождение – тоже не случайность. Знакомая многим песня о единстве как нельзя лучше характеризует политику банка. Равнодушными после такого сюрприза дамы не остались. Однако на этом подарки не закончились. Каждая посетительница банка получила цветы и открытку с теплыми пожеланиями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова